Вкусная еда Монастырская изба Хотя у него названий много разных Я слышал, его называют еще Графские развалины Еще какое-то название есть Короче, каждый придумывает свое Торт делается, в принципе, быстро И получается очень вкусным Итак, из ингредиентов Я буду использовать Слоеное тесто Кто хочет, делает сам Я беру в магазине Это дешево, сердито И, в принципе, очень вкусно Для начинки я буду использовать Сегодня абрикосу Она тоже куплена в магазине Из обычной консервной банки У кого есть свежая, можете использовать свежую Начинка также может быть Из вишни, из персика Из чего угодно, в принципе Для крема мы будем использовать Нехитрые ингредиенты Это пачка масла, банка сгущенки Немножко слива Ну, а что из этого получится Мы увидим с вами Итак, поехали Итак, друзья мои Вот такое шикарное тесто у нас С магазина Я его, вот этот лист Разрезаю на 4 части То есть тут уже как кто хочет Может по линейке Может кто У кого какой глазомер Я примерно Делаю это все на глаз Так, теперь мы берем Нашу начинку Итак, начинка примерно вот так вот Укладывается И теперь мы Закрываем Вот такое ювелирное искусство Берем вилочку И немножко придавливаем Ну и примерно делаем так Со всеми остальными Итак, друзья мои На листик помещается Вот таких вот Сколько? Шесть штучек, да? Шесть полосочек И их нужно ложить Именно на таком расстоянии Потому что они увеличатся В своем объеме Вот Мы запускаем Листик в духовку 180 градусов Ставим температуру И до готовности делаем Вот до такого состояния Мы запекаем Наши трубочки А сейчас идем делать Крем Итак, друзья мои Мы делаем Крем Нужна пачка масла Она должна быть Мягкая Иначе вы его не собьете Можно его, конечно, подогреть Но Это будет не топ Теперь мы открываем Баночку Затущеночки И выливаем наш крем Всегда нравится Как Затущенка Рисует свои узоры Ну и при взбивании Вы можете Заляпаться Поэтому Если хорошая одежда И лучше снять Ставим на минимальное Тут есть минимум Максимум И очень аккуратно Итак Звущенку с маслом Мы взбили Теперь мы добавляем Сливки Вот в этом Вот том 10 грамм Слива У меня есть Тут их 6 штучек Вот мы их все И вольем То есть Где-то примерно 50 55 грамм Получится Теперь мы продолжаем Хорошо Замечу Именно хорошо Взбивать Хотя бы еще 2-3 минуты Чтобы наш крем Был Воздушным Итак Друзья Вот такой крем У нас Получился Мы его Где-то Около 3 минут Взбивали Миксером Теперь Мы ждем Когда Наши Палочки Батончики Остынут Потому что Ни в коем случае Нельзя намазывать Кремом Пока они еще Горячие Поэтому ждем Когда они остынут А потом Будем формировать Наш Тортик Итак Друзья Мы начинаем Действо Берем Нашу Палочку Они должны Остыть Вядом Вторую Друзья Мои Я подумал И решил Все-таки На нижний слой Положить 6 Таких Вот Палочек Теперь Мы берем Наш Крем И начинаем Их Обмазывать Итак Друзья Вот Столько Примерно Крема Мы наносим И теперь На вот эти Вот 6 Полосочек Мы Вложим 4 Других Полосочки Обязательно Посчитайте Сколько у вас Получилось Их Чтобы Не Получилось Так Что Вам не Хватит Какой-то Полосы Для Завершения Композиции Ну и теперь Наносим Следующий слой Крема Друзья мои В завершении Как говорится Нашего Натюрморта Мы Вложим Еще Две Вот такие Палочки У нас Получилась Такая Горочка Ну и Естественно Крем Итак Друзья мои Мы Обмазали Кремом Наш торт Мы Обрезали С двух Сторон Чтобы Он так Аккуратненько Лежал На Подносе И Сейчас Мы Посыпаем Тертым Шоколадом Вы Можете Это Делать То Чем Вам Нравится Можно Орех Измельчить Посыпать Орехом Шоколадом Можно Просто Шоколадом То есть Каждый По вкусу Делает То Что Ему Больше Всего Нравится Друзья мои Что Делать С Руками Которые Запачкались Шоколадом Конечно Обрезать Ну как Можно Их Смыть Просто Канализация Вот Вот Эти Обрезки Которые Получились Нашего Тортика Мы Сейчас Попробуем Это Просто Вкусно Это Очень Вкусно Там Внутри Получаются Абрикоски С С Кремом Шоколадом Очень Вкусно Не зря Провели Время В выходной День Сделали Такую Кускашку Это Можно Есть Без Остановки Друзья Мои Если вам Понравилось Видео Не забудьте Поставить Лайк И подписаться На мой канал Очень Вкусная Еда А мы будем Готовить Для вас Самое Вкусное Итак Я желаю вам Здоровья Оставайтесь Счастливыми Пока